Что-то у меня совсем не осталось косточек возвращения. Нужно сходить в Маджулу, закупиться, а заодно и очищенный костяной пракшич. Укрепим свою флягу с эстусом. Так, а это уже называется «Переиграл в Секиро». Начинаю путать кнопки. Надеюсь, что мне несложно будет перенастроиться после недельного заруба в Секиро. Так, косточки возвращения. Я не совсем помню, кто именно их продавал. Давайте попробуем спросить у Шалкуа. А что ж так будешь делать? Теперь я буду перед каждым предметом, похоже, бутылку выпивать. За здравие. Кстати, после того, как мы убили командира Крысиной Гвардии, у Шалкуа появились летающие кошачьи сапоги. Можно их прикупить в коллекции. Собаки, украшенные коричневым мехом, поглощают удар и снижают урон от падений. Такую обувь носили на праздничных гуляниях. Она легкая, прочная и сохраняет тепло. Не мешает урон от падений. Да, Шалкуар продает косточки возвращения. Закупимся заодно. Закупимся талисмана Миллойда. Да, я удовлетворен лечением. Окей, возвращаемся обратно. И мы продолжаем исследовать бухту Целдора. В прошлой серии мы наблюдали здесь разборку Крейтона и Пейта. И здесь можно внизу разглядеть вот этих вот белых магов. Очень противные дядьки на самом деле. И давайте для начала спустимся ниже. Заберем здесь. Один предмет. Гордая душа рыцаря. Нужен факел. Так, я сказал, нужен факел. О, Эстус, Эстус. Чувствую, тебе будет доставаться очень сильно. Да это не я виноват, это все Фромы виноваты. И отсюда можно, в принципе, чтобы облегчить жизнь, расстрелять того, кто снизу стоит. Ну, давайте я пока не буду этого делать, потому что мне сейчас придется, чувствую, использовать косточку возвращения, потому что я хочу собрать здесь один предмет, который находится вот здесь вот снизу. Обломок титанита, мерцающий титанит, после которого нам придется использовать косточку возвращения еще раз. И есть еще один предмет, который я не поднял. Он находится... Он находится немного ниже. Сначала перепрыгнем в то самое место, где был Крейтон и Пейт, кстати. Попробуем еще раз с ним поговорить. Кушаюсь. Будь осторожен. Хорошо, Пейт. Будем считать, что это очень дружелюбный персонаж. И мне нужно собрать еще один предмет. Для этого нам нужно будет прыгнуть на тот уступ. Получилось допрыгнуть даже с первого раза. Да, очередная фляга с эскусом, конечно же. И это большой осколок титанита. Отсюда нам опять придется использовать косточку возвращения. Итак, что дальше? Теперь нам нужно добраться до скрытого костра. Дождем факел. Пауков, в принципе, можно вообще игнорировать. Души мне особо не нужны. Они очень просто бэкстабиться. И попробуем пострелять из арбалета. Так, ага. Пауков-то я зря не убил. Теперь они меня будут тут донимать. Факел-то я убрал. Окей. Трех болтов ему достаточно. А вот теперь можно официально выпить эстус. И здесь, чтобы попасть к секретному бонфаеру, нужно немножко позаниматься акробатикой. Так, так, просто сюда пролезть нельзя, но и сквыркнуться. Твою мать. Блин, раньше как-то у меня проще получалось сквыркнуться туда. Видать, потолстел. Итак, лучше спокойненько прыгнуть с краю. Так, у нас еще там один снизу маг. Давайте его так же попробуем расстрелять. Так, здесь уже придется целиться вручную. Так, не понял. Но он так же спокойно расстреливается. Так, что у нас еще есть? Паучок. Пока что он прикидывается не агрессивным. Вот, явно сейчас подо мной побежит. Оу, здесь еще два мага. Так и хочется уже прижаться к стене. Не, совмещать прохождение секиры и Dark Souls это, конечно... Не очень удобно. Как-то все после секиры очень медленно. Блин, и опять я выпил бутылку. Ну ладно, сейчас в принципе это было практически оправдано. Так, что у нас здесь? Здесь у нас яма. Яма, по-моему, напичканная пауками. Стоп, отсюда я пришел. Не хочу выпадать в эту яму. Можно спуститься более цивилизованным образом. По-моему, там до хрена пауков. Нам слышно, можно зажечь костер. А потом факел. И теперь можно спокойно раскидать этих пауков. И как раз сюда бы я и упал, но... Но без факела это было бы опаснее. Могли бы просто затюкать. И вот он, можно сказать, скрытый костер. Сюда может попасть только отсюда, потому что эта дверь с другой стороны не открывается. И таким вот образом мы попали в нижнюю часть этой локации. Как бы, да, ты сюда приходишь, видишь этот костер, но добраться до него не можешь. Понимаешь, что нужно идти как-то туда другим образом. Ну, догадаться не так уж сложно, если честно. Здесь у нас вторгается лучник. Очень большой плюс, что я перед этим убил тут всех магов, потому что тогда бы здесь сейчас была бы просто жесть. Этот лучник нифига не блокирует, так как блокироваться ему нечем. Выносливость тут кончается, конечно же. Ну, никакой сложности он себе не представляет, если он здесь... Один. Аканемершая кость дракона. Номием всех этих пауков. Так, и вот сюда забраться... Отсюда, по-моему, никак нельзя. Нужно прыгать именно сверху. Там можно увидеть новый тип ящерки, она красная. И сюда лучше не падать. Засосет к хренам. Придется сделать еще один заход. А здесь у нас квартирка старой знакомой. Давайте сожгем этот мангал. Эта ящерка очень опасная. Она необычная. Она любит взрываться. И при этом ни хрена полезного не давать. Кто у нас здесь живет? Пауки. Как можно видеть, все жители Цилдора были обращены в таких вот ужасных созданий. И давайте зайдем в гости Корнифекс. Которую мы спасли. Не так давно. Здесь у нее спрятана огненная бабочка. И куча скульптур каких-то маленьких девочек. И участие этих скульптур в середине какие-то дырки. Что бы это могло означать? Возможно, это какая-то некая отсылка к метке проклятия. Конечно же, надо выпить ключ-камень Фараса, который, в принципе, мне уже нафиг не нужен. Мы встретимся снова, kind traveler. Это мой workshop. В твоем языке, я считаю, что я бы назывался мальчиком. Я создам всяческие механизмы, используя некую технику, одинаковую для моих людей. Возможно, я только катастрофу к вам. Возможно, я только катастрофу к вам. Но я тоже у вас. Я буду создавать одну вещь из вашего выбора. Мои работы-то не очень обычные. Я уверен, что они вам понравятся. Я не требую паимен. Но ты должен мне привести к мне прекрасной душой. Итак, оружейник Ornifex, кузнец. У нее можно купить несколько оружий, например, Муракума, изогнутый двуручный меч, по легенде, принесенный сюда иноземным воином, не как пьяница из секира. Чтобы отразить удар, меч нужно держать двумя руками. Мастерски изготовленный широкий клинок, смертельно опасен из-за своего веса и остроты. Чтобы освоить этот меч, нужно долго тренироваться. Но на самом деле, Муракума был в первой части, его носил, блин, я забыл, как звали того самурая, все, уже склерозные имена, слишком их много. Но я думаю, кто в первый Дарк играл, тот знает, кому принадлежал этот Муракума. Итак, Протозан, копье с широким лезвием, такое мы уже видели. Парный клинок, такой тоже у нас есть. Составной лук. Лук, собранный из различных материалов, наносит больший урон, чем обычные луки, но стреляет не так далеко, поэтому он не подойдет для точных выстрелов с расстояния. Тяжелый арбалет у нас тоже есть. Также у него можно купить огненных стрел. Давайте купим немножечко. А также огненных болтов. Еще у него продается несколько ингредиентов. Это янтарная трава, зеленый цветок, огненная бабочка. И три заклинания, которые мы, по-моему, уже все видели. Это наводящаяся стрела души, одно из заклинаний, придуманных стрейдом, великим магом древнего Аллафиса. Наводящиеся сгустки души, такие у него даже есть. И осторожное падение. Насколько я помню, осторожное падение можно купить именно у нее, поэтому если вам оно нужно, то можно купить его прямо сейчас. Потрать на это 4800 душ. Это заклинание помогает действовать незаметно и снижает урон от падений. Восточный край мира, дом не только для довлестных воинов. В этой стране зародился орден рыцарь тени, не слышно выполняющих любые, даже самые невыполнимые поручения. Ну, соответственно, у него можно чинить оружие. Также усиливать оружие и броню. И делать оружие из великих душ боссов. Первое оружие она сделает нам бесплатно за то, что мы ее освободили. И давайте посмотрим, что можно у нее сделать. Она, как и стрейд, делает оружие из великих душ, но она делает уникальное оружие, которое не может сделать стрейд. Меч забытой грешницы. Великий двуручный меч, созданный из души забытой грешницы. Его клинок поглощает жизнь владельца. Истинная природа этого меча неизвестна даже самой забытой грешницы. Те, что решат воспользоваться им, разделят ее бремя. Вопрос, ее ли? Может быть, это он? Есть очень много предпосылок все-таки, что это он. И тут великие переводчики могут ошибаться. Черный меч из склепа. Великий двуручный меч защищает склеп нежити. Его ни разу не касался дневной свет, а сам меч пронизан силой тьмы. Его можно сделать из души старого мертвеца, которую мы получили, когда убили гниющего на НГ+. Нож мясника. На удивление, большой мясницкий нож. На обычное оружие не похож, но определенно способен попортить кровь вашим врагам. Поглощает здоровье противника. Кто в здравом уме решится создать такое? Пожалуй, лучше даже не думать о том, как этот нож могли использовать в прошлом. Поглощает жизнь. Ну, такой же нож есть, по-моему, во всех частях Dark Souls. Мясницкий нож. Молот железного короля. Большой молот, выкованный из души старого железного короля. Создан из расплавленного камня. Труп старого железного короля стал сосудом, породившим зловонную утробу земли. Тяжелый каменный наконечник создан из остывшей магмы. И внутри него по-прежнему теплится огонь. Сильная атака высвобождает его скрытую мощь. Ну, требует 50 сил, это просто жесть. Из этого всего я даже не знаю, что может мне пригодиться. Давайте возьмем меч. Не забудь о грешнице. И немножечко кула. Продолжение следует... but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vend-rive, came close to unlocking the essence of his soul. What a dazzling soul he surely had. Can you imagine what I might create with such a powerful soul? Продолжение следует... И здесь опять, скорее всего, имеется в виду бледнокожий дракон Сид. Продолжение следует... Который лежит в этом домике. Для этого нам нужно бы вернуться обратно к верхнему костру. Но теперь это можно делать без косточковозвращения, потому что... Потому что я открыл костер внизу. Так, здесь у нас больше ничего и нет. Давайте сначала еще сходим сюда. Здесь у нас сундук. Полукруглый топор и вихрь душ. Полукруглый топор. Бронзовый двуручный топор с полукруглым лезвием. Длинная рукоять позволяет использовать это оружие на большом расстоянии. Можно легко ощутить, что некогда этот топор был наполнен священной энергией. Но сейчас от нее остались лишь едва заметные следы. Возможно, тех, кто благословил этот топор, уже нет с нами. По-моему, с таким топором ходил кто-то из клириков. В первом ударке. И вихрь душ мы уже поднимали ранее. Здесь также можно пройти сюда. Открыть эту дверь и выйти на другую сторону. Здесь мы уже тоже были, только сверху. Давайте пока не будем исследовать эту часть. Вернемся сюда. Кстати, еще есть предмет. Домок титанита. Так, а вернуться уже обратно и не получится. Окей. Ну ладно, мы еще вернемся сейчас на главу. Здесь у нас очередной Василиска. Несколько пауков. И можно обследовать этот дом. Факел. Блин, зачем я его потушил? Не на ту кнопку нырел. Зажгем заново. Хотя здесь вроде как пауков уже практически и не осталось. Двери осталось уже одно название. Так, здесь у нас еще один большой осколок титанита. Там можно наблюдать, как трудятся рудокопы. Даже после того, как они стали полными, они все еще исполняют свой долг. Так, а там наверху мы можем видеть предметы, которые мы еще не собрали. Что это было? Так, и здесь очень специфическая дверь. Слишком тяжело, чтобы открыть. И можно видеть, как оттуда высыпается песок. И чтобы открыть ее наиболее безопасно, лучше использовать бомбу. Оттуда вырывается куча песка. Просто если бить ее мечом, то отнимет очень много жизни. И сейчас будет очень интересный момент. Пожалуй, я съем человечность. И немного подлечусь. Потому что сейчас мне понадобится очень много жизни. Блин. Я хотел всего лишь открыть дверь. И мы используем ключ от убежища, который нам дал Пейт. И что у нас здесь? Комната. В одном сундуке лежат наручи с гравировкой. Наручи с гравировкой. Каменные наручи со старинными письменами. Считается, что они приносят своему хозяину удачу. Переспевающий торговец Фьоренса искал эти диковинные наручи всю жизнь. Но так и не смог их найти. Эффект. Возможность простой атаки стать критической. И второй сундук. Он более специфичен. Здесь ловушка. И как вы можете слышать, похоже, останется отличной шрамой. И это голос Пейта. То есть получается, что Пейт не такой уж и хороший человек. Все это время он с нами играл и пытался заманить в ловушку. Но, что самое интересное, если убить Пейта, а стать живых Крейтон, то здесь будет, по-моему, голос Крейтона. Если убить их обоих, то голоса вообще не будет. И мы здесь можем найти 10 сержавых монет. Которые увеличивают шанс дропа. Здесь уже можно идти к боссу. Со спокойной совестью. Но, перед тем, как туда идти, я еще соберу здесь то, что я не дозабирал. Но для этого мне для начала нужно вернуться к костру. Итак, мы опять наверху. Все возродились, конечно же. Придется опять всех убивать. Ну, я думаю, это не займет у меня большое количество времени. Еще раз зажгем факел. Факела у нас много. Далее быстрым пауков. Сделаем пару бортдебов. И теперь нам просто нужно спуститься на этом канате. Предварительно, конечно, можно было убить того мага снизу. Это было бы просто безопаснее. Там, на самом деле, еще один маг. Да, да, да. И того мага тоже бы... Лучше было бы убить. Ну, ладно. Большой осколк титанита. Нужно здесь осторожно упасть вниз. Сделать второй бэкстеп. И собрать осколок фляги с искусством. И теперь нам нужно опять наверх. Теперь у нас здесь дверь с костром открыта. Невозможно использовать, потому что здесь куча пауков. Но у нас есть факел. И хочется, и колется. И лезут, и подойти не могут. Можно уже не убивать того волшебника. Он нам особо не помешает. Нужно видеть труп на той стороне. И нам нужно как-то до него добраться. Засранец Пейт уже свалил. И, к сожалению, больше мы его не встретим, чтобы отомстить за шрам. Так, в этой комнатке я уже бывал, и все равно здесь все. Нам нужно сюда. Здесь у нас все собрано. И вот как раз тот самый труп. Здесь нужно быть осторожным. Очень узенько. Здесь у нас с обломок титанита. Полезно. Тут я тогда прыгнул за ящеркой, поэтому и не собрал его. Хотя можно было собрать его еще давно. И внизу здесь, насколько я помню... Я уже все собирал. Поэтому теперь уже можно... Спокойно двигаться к боссу. Мы обследовали эту локацию уже вдоль и поперек. Надо, конечно, зайти в квартиру и тут побивать всех. Но здесь я вот все собрал. Сундук пуст. Вниз лучше здесь не падать, конечно же. А, ты еще жив. Еще один. Даже когда умирает, умудряется меня цеплять с собой. Так, давайте еще немножко осмотримся. Все ли у нас собрано. Ну, собрано у нас здесь все. Давайте сначала грохнем на силиска. А потом уже примемся за этих паукообразных крестьян. Кто-то написал в комментариях, что они похожи на ксеноморфов из Dead Space. Это действительно, да. Они похожи на ксеноморфов из Dead Space. Так, ну, там мы уже были. И тут мы все собрали. Тут лежит еще несколько предметов. Эти шипы наносят немного урона, но очень мало урона. Поэтому можно по ним спокойно ходить. Здесь еще лежит куча титанита. Не знаю, что-то еще полезное, но я уже не помню. Звук такой жесткий. Но ничего особенного не происходит. И на той стороне, кроме груды горящих трупов, похоже, ничего и нет. На всякий случай я проверю. Да, это действительно так. И нам предстоит спуститься в еще один храм. Картина мне чем-то Блокборн напоминает. Огонь будет здесь не лишним. Душа героя, золотая смола, пуча пауков. Здесь можно кого-то призвать. Давайте посмотрим. Охотница за людьми Охара. Ну, думаю, что мы не воспользуемся ее услугами. Здесь закрытая дверь. Нам нужен какой-то ключ. Эти пауки даже иногда, по-моему, дропают оружие. Но пока что-то не очень эффективное они это делают. Так. Давайте добьем. Здесь у нас два рычага. Один паук не решился. Если дерутых за один, то можно увидеть вот такого вот парня, который с киркой и со свиным щитом. Возможно, это некая отсылка к одному из самых глупых, наверное, секретов второй части Dark Souls. Дело в том, что в этой комнате с вероятностью, я не знаю, там одна тысячная, наверное, может появиться свинья, которая съест грибы. Сейчас я покажу, какие грибы. Ну, как, которая будет там выкапывать грибы. Ну, что за хрена? Что-то у меня все подвисло. Что-то какой-то парень вообще неактивный. Штаны крестьянина плюс пять дают. Это, конечно, очень важный предмет. В общем, тут в комнате есть грибы. Вот они. Которые любят жрать свиньи. Но вероятность того, что здесь появится свинья, очень мала. И есть один способ, как эти грибы все-таки выкопать. Это привезти сюда свинью с самого начала этой локации. Как вы помните, где-то в палаточный городок, там были свиньи. И можно, по идее, оттуда притащить свинью. Это, конечно, забавно и очень проблематично. Но это можно сделать. И тогда эта свинья выкопает грибы и даст нам кирку. И этот, как раз, возможно, вот мужик, как отсылка с киркой и со свиным щитом. Типа, хочешь получить кирку, приведи сюда свинью. Но это, конечно, больше на троллинг какой-то похоже от разработчиков, если честно. Так. О, еще один парень. Мантия Целдора, кстати, давайте почитаем. Такие мантии носят поселенцы Целдоры. Выглядит красиво, но почти не защищает и совершенно бесполезно в бою. Брайтстол, некогда приведший к процветанию Целдоры, распалил алчность ее обитателей, что и привело к гибели города. В общем, что-то здесь очень хреновое произошло, что часть Целдора погрузилась под землю и практически все ее жители превратились в пауков. Возможно, они были чем-то заражены. Ну, в общем, алчность в серии соус ни к чему хорошему никогда не приводила. Так, что у нас здесь? Здесь у нас все в паутине. Придется немножко еще повандальничать. Эта паутина замедляет, немного замедляет движение. Но ничего страшного в этом нет. Самое главное, чтобы у вас в руках был факел. С факелом здесь вообще ничего не страшно. И даже сам босс, если вы с факелом, превращается практически в невинного ребенка. По крайней мере, это было сделано в шкалере. По-моему, в оригинальном Dark Souls 2 факел не так сильно решал. Здесь есть еще несколько предметов, но они не так уж сильные и важны. Кстати, прыгать нельзя. Прыгать на паутине нельзя. Можно только бегать, но прыгать нет. По-моему, здесь больше ничего. Так, по-моему, ниже еще есть пару предметов. Несколько пауков. Еще жив, что ли? Чистый самоцвет жизни. Крестьяне здесь, как ни странно, тоже с факелами. Возможно, именно по этой причине они еще не превратились в ксеноморфов. Типолый, но сохраняет, похоже, еще какую-то долю интеллекта. Кто-то побежал. Здесь можно призвать пепельного рыцаря Бойда. Босс и так легкий, поэтому нет смысла тут вообще кого-то призывать. Еще немного факелов. Урна разъедания. Она калечит броню. Так, здесь у нас туман к боссу. Так, еще один предмет. Фемиан простака. Да блин. Да что? Это не больно. Так, это все еще будет. И вроде как все. Больше здесь ничего я не наблюдаю. Возможно, где-то тут еще есть, по-моему, на... Да, по-моему, на вот этом уровне есть еще пару предметов. Сумеречная трава. И... И, похоже, больше ничего. Да. Все. Бежим к боссу. Да. КОНЕЦА. Фрея, возлюбленная герцога По идее, этот босс может стать проблемой только тем, у кого есть фобия непереносимости пауков Потому что сам по себе босс не очень сложный Особенно если у вас есть факел Да, он пускает такой вот луч Это, наверное, одна из самых ее сильных атак У этого паука две головы И вы можете сами выбрать, по какой из них долбить Такая вот здоровая махина Также она пытается нас заколоть свои клешнями Этот, кстати, луч, скорее всего, тоже является отсылкой к ситу Для однокожего дракона У него была подобная атака Ну, возможно, это просто паутина Ну да, вот так вот она может доставить несколько проблем Ну, просто забегаем ей с другой стороны и лупим ей голову Пока она ее не лишится Босс достаточно медленный После секиры так вообще Тут все, блин, медленное У меня вот даже, похоже, не получится ей отрубить одну из голов Одну я все-таки отрубил Душа Фреи, любимой герцога Итак, мы получили просто душу Фреи Блин, эту голову просто можно было еще попинать, но она исчезла И если посмотреть Душа стража искореженных руин Фреи, возлюбленная герцога Искореженные руины древнее место Тьма, от которого до сих пор оскверняет землю Что за перевод? Сила этого места росла год от года Подчиняя себе проклятые души этой земли Как можно видеть, душа Фреи не является великой душой Но Здесь можно также найти Точнее, увидеть Застрявшего в земле Великого дракона И это не Сид Это не Сид Сид выглядел по-другому И под ним можно найти Как ни странно, великую душу А, о, кстати, голова Шпок Улетела голова И здесь у нас есть проход Который ведут в личные палаты Герцога И это, судя по всему Сам герцог Целдора Только что-то ему херовато Умирает от одного удара Ключ от Брайтстоун Ароматная ведь былова И кварцевое кольцо тьмы Кольцо, которое увеличивает защиту тьмы Ключ от Брайтстоун Ключ от пещеры Целдоры Эксцентричный лорд Целдора Известный своей любовью к паукам Построил город и нажил богатство Добывая пламенный камень Но однажды на город напали пауки А лорд Целдора лишь стоял Наблюдая за резнёй с жутким удовлетворением Похоже, любовь к паукам И погубила Герцога и всех жителей Этой бухты Если присмотреться на эту кулетку То можно увидеть, что отсюда кто-то сбежал И этот кто-то, скорее всего Возлюбленная герцога Которую мы только что отрубили голову Она, конечно, очень сильно мутировала И, возможно, не просто так Есть предположение, что она Убила герцога Забрала у него великую душу И превратилась в вот это огромное нечто Блин, пауки уже аж сюда залезли Очередной зал С костром Неждатчик, особенно Для тех, кто играл в обычных Датсов-2 После того, как мы добываем Последнюю четвертую великую душу Из земли появляется нечто Которое может заставить вас Наделать штаны При первом своем появлении Н Hood Guy Никто кто-то придет cartoon Ни наши Никто не до passado Не хотел Кирок Спорт Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...